Казахстан сократил экспорт молока и сливок почти в три раза. По статистике, с начала года из страны вывезли чуть больше 500 тонн продукции. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель превысил 1500 тонн. Производство выросло, но экспорт молока и сливок заметно сократился. Показатели импорта тоже, к слову, уменьшились. С начала года в страну завезли около 8000 тонн молока и сливок. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Больше 200 тысяч тонн молока и сливок выпустили за 4 месяца этого года. Это почти на 1,5% больше показателей за аналогичный период 2023-го. Самым молочным регионом страны можно назвать Североказахстанскую область. Там за 120 дней произвели почти 60 тысяч тонн продукции. В тройку лидирующих регионов также вошли Акмолинская и Алматинская области. Всего на внутреннем рынке местные компании реализовали порядка 160 тысяч тонн, а за рубеж вывезли около 600 тонн. Это почти в три раза меньше, чем годом ранее. Сокращение экспорта молочной продукции, естественно, есть, потому что наша продукция молочная производится на внутреннем рынке и затраты идут в тенге. А когда они вывозят Российскую Федерацию, они ее конвертируют и продают в рублях. И вот здесь за счет партета в тенге к рублю у нас сыграл свою немаловажную роль. Плюс меры господдержки и защиты внутреннего рынка в этих странах. Например, тоже Российская Федерация ввели обязательную маркировку молочной продукции. Наши должны теперь подстраиваться под эти требования. В области ЖТСУ прокуроры выявили нарушения на сумму свыше трех миллиардов тенге в сфере государственных закупок. Среди них завышение квалификационных требований потенциальных поставщиков, а также манипуляции при выборе способа проведения госзакупок. К примеру, при покупке дизельного топлива отделом образования Алакольского района в тех спецификации указан вид солярки, ввоз которой запрещен на территорию страны. Нарушения законности при проведении аналогичных конкурсов были выявлены еще в шести районах области. В итоге всех их отменили, а виновных должностных лиц привлекли к ответственности. Всего с начала года прокурорами области ЖТСУ отменили незаконные конкурсы по государственным закупкам на сумму свыше 11 миллиардов тенге. К различным видам ответственности привлечено более 100 должностных лиц. Впервые в Кыргызстане врачи государственной больницы Кыргызской турецкой дружбы провели несколько операций по пересадке печени. Участвовали как местные, так и турецкие врачи. Пациентам помогли за счет фонда главы государства. Министр здравоохранения подчеркнул, что это значимое событие для всей медицины республики. Заболеванием печени страдает около 17 тысяч граждан страны. Некоторые из них нуждаются в пересадке органа. В Туркменистане создадут новое предприятие по производству медицинских изделий. Об этом рассказали на рабочем совещании в городе Аркадак, который провел председатель национального собрания Гурбанголы Бердмухамедов. Он также отметил, что в стране есть все возможности для увеличения объемов производства лекарственных препаратов и сырья и экологически чистой родниковой воды. В планах второй очереди строительство нового города, возведение и других промышленных объектов. На совещании также обсудили перспективы Туркменистана в использовании и создании оборудования для производства медицинских изделий и финансовые вопросы по их закупке. Германия проводит двухдневную конференцию по восстановлению Украины. Это мероприятие – продолжение конференции, состоявшейся в Лондоне год назад. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лен сообщила, что Украина получит 500 миллионов евро на срочные ремонтные работы в энергетике, а также солнечные панели и генераторы. Она также объявила, что в июле Украина получит полтора миллиарда евро доходов от замороженных российских активов. 10% от этой суммы пойдут на восстановление, а большая часть – на оборону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова